Заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства президент Сорунбай Джинбеков начал с короткого отчета о том, что было сделано в стране за последние годы в сфере поддержки бизнеса в сельской местности. Так был снижен на 80% налог на добавленную стоимость для предприятий, перерабатывающих сельскую продукцию. Для сельхозкооперативов, логистических центров, машино-тракторных станций сокращение налога составило 50%. Производственные предприятия, открытые в сельской местности, на пять лет были освобождены от четырех видов налога. Налога с доходов на прибыль, землю и имущество. Для предприятий в сфере легкой промышленности, имеющих более 50 сотрудников, снижен налог с доходов. Если раньше каждый сотрудник в среднем платил по 1500 сумм, теперь в среднем будет платить по 400 сумм. Для этих же предприятий социальные выплаты были снижены с 27% до 12%. Также были упрощены процедуры обслуживания предпринимателей в таможенной сфере. Сейчас на всех пропускных пунктах устанавливаются системы онлайн-видеонаблюдения. А благодаря программе предварительного оповещения при поступлении товаров на таможню, обслуживание одного автомобиля с трех часов сократилось до пяти минут. Завершен процесс автоматизации услуг по предоставлению лицензии на экспорт и импорт отдельных товаров. Кроме того, введен безвизовый режим дополнительно с семи странами. Создан Центр государственно-частного партнерства подписано первое соглашение с инвестором об использовании режима стабилизации. Несмотря на все усилия государства, достичь ожидаемой активности бизнеса не удалось. Основная причина – слабая защита инвесторов и предпринимателей. Если рассмотреть жалобы, которые сейчас поступают в секретариат комитета, то большая их часть связана с давлением со стороны правоохранительных и государственных проверяющих органов. Ренат Досаев, как никто иной, знает, насколько губительными для бизнеса могут быть необоснованные проверки. Особенно, если в роли проверяющих выступают не только фискальные органы, но и правоохранительные. Мы очень сильно сталкивались, что на сегодняшний день члены Ассоциации, отдельные команды, даже фирмы, проверялись за полгода где-то более 20 раз. Это отрыв не только бизнеса, отдел, но и силовые структуры. Они занимаются, по несколько раз начинают заниматься этим. То есть, их тоже, вот такие необоснованные, неподтвержденные фактами письма, отрывают от основной работы. Проблема, о которой рассказывает бизнесмен, сегодня была поднята на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Сообщается, что правоохранительные органы, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны в деятельности бизнеса. Поступают обращения, где выражается беспокойство по поводу того, что в некоторых случаях в отношении предпринимателей принимаются суровые меры, вплоть до заключения их под стражу. Более трёхсот жалоб поступило в прошлом году в Генеральную прокуратуру от предпринимателей на правоохранительные органы. Как отмечают в надзорном органе, чаще всего проблемы возникают в сфере лицензирования. Стоит отметить, что с введением ЕРПП количество проверок бизнеса со стороны правоохранительных органов сократилось на 40%. По результатам рассмотрения тех трёхсот жалоб, которые к нам поступили, 140 сотрудников понесли административную ответственность. Проверки бизнеса должны стать конструктивными, уверены предприниматели. Пришло время переходить от контроля к созиданию. Вести определённую какую-то такую, знаете, либо команду, либо тандемную работу. Соответственно, мы работаем, создаём рабочие места, мы готовы платить налоги, так сказать, вести добросовестную предпринимательскую деятельность. Но, соответственно, мы хотим такого же добросовестного отношения к бизнесу со стороны правоохранительных органов. То есть, какая-то некая должна быть новая культура или новая идеология о том, что, ребята, вот вы работаете, есть определённые рамки, есть определённые правила, давайте их соблюдать. Но не создавая предпринимателю, скажем, безобоснованных проверок. В решении проблем взаимодействия бизнеса и правоохранительных органов глава государства основную роль отводит прокуратуре. Надзорному органу он поручил утвердить основные принципы проведения, а также порядок и ограничения во время проверок. Органы прокуратуры должны стать своеобразным фильтром между предпринимателями и проверяющими органами и не допускать необоснованных проверок. Не зря же прокуратуре была возвращена функция по предоставлению разрешения на осуществление проверок. Мы рассчитывали на то, что прокуратура будет не только стоять на страже неукоснительного соблюдения требований законодательства, но и оценивать проведение тех или иных проверок. Но пока эта работа формально сводится только тому, чтобы формально давать разрешение на проверку. На заседании комитета также был поднят вопрос декриминизации экономических преступлений. Из доклада Ассоциаций юристов Кыргызстана следует, что из существующих мер пресечения в отношении предпринимателей наши суды чаще всего избирают ограничения свободы. Наши суды при рассмотрении ходатайства, применении той или иной меры пресечения всегда обращают внимание лишь на законность данного ходатайства, но следовало бы и обращать внимание на целесообразность и обоснованность применения жестких мер пресечения в отношении представителей бизнеса, общества и предпринимателей. Задать себе вопрос, как это отразится на репутации компании, сколько рабочих может пострадать, сколько налогов может не поступить бюджет и вообще, как это может отразиться на инвестиционном климате нашей страны. Глава государства поддержал в данном вопросе предпринимателей. Он считает, что за совершение экономических преступлений не всегда обязательно сажать. Можно и нужно использовать механизмы восстановления причиненного ущерба и привлечения к ответственности. Президент отметил, что пришло время вводить практику специализированных судов. По итогам прошлого года 80% судебных решений по экономическим делам были вынесены в пользу государства. Необходимо обеспечить вынесение судами справедливых и декриминализовать некоторые экономические преступления. Со стороны Верховного суда требуется обобщение судебной практики и обеспечение единообразия использования законов. Основная цель проводимых судебных реформ – установление верховенства закона и справедливости. Особое внимание на заседании комитета было уделено докладу о защите инвестиций, как отметил глава Международного делового совета Оскар Сыдыков. Во время встреч с предпринимателями из регионов стало ясно, что у бизнеса сейчас нет уверенности в защите своих инвестиций. В международном рейтинге наша страна в сфере безопасности вложений заняла 49 место. Если это переводить в академическую шкалу, то такой результат стоит оценивать как двойку в школьном дневнике. Основные факторы, которые заставляют бизнесменов беспокоиться за свои инвестиции – коррупция, государственная нестабильность и труднодоступность кредитов. Всемирный банк провел свои исследования. Они проводили опрос, согласно ему, каждое третье предприятие в нашей стране сталкивается с такой проблемой, как взятка. Особенно эта проблема остро стоит. В сфере строительства там она возникает у каждой второй фирмы. Глава государства подверг критике руководства государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И отметил, что из-за барьеров в сфере строительства в рейтинге Doing Business по получению разрешения на строительство Кыргызстан за последние четыре года с 20-го места спустился на 90-е, потеряв 70 позиций. Говоря о проблемах, президент привел реальный пример. Сейчас для строительства 100 квартирного дома компании в среднем потребуется провести около 50 согласований, пройти 12 различных экспертиз и собрать около 100 различных подписей. В результате только на стадию проектирования уходит более одного года. Для устранения таких препонов Соран Байджинбеков поручил в текущем году внедрить принцип единого окна в сфере предоставления разрешений на строительство и экспертизу. Также президент указал на необходимость еще большего упрощения налоговых процедур. В первую очередь должны быть внедрены электронные счета фактуры и онлайн-контрольно-кассовые машины. Необходимо в срочном порядке совместно с бизнесом решить вопрос о широком внедрении в практику использования электронной подписи. Наряду с этим стоит задача по продолжению реформ в сфере выдачи лицензий и разрешений и автоматизации данного процесса. Также глава государства рекомендовал утвердить ясные, удобные и стабильные правила для привлечения иностранных инвестиций в области страны. Он назвал целесообразным разработку инвестиционной карты каждого региона. Новая электронная платформа, которая разработана и внедрена на базе нашего сайта, инвестиционная карта называется, где мы можем размещать различные инвестиционные предложения и тем самым мы связали регионы со всем миром, когда каждый регион имеет свой рабочий кабинет и через свой рабочий кабинет они могут размещать свой инвестиционный проект. Глава государства говорил о необходимости введения индикатора доверия бизнеса государственным органом, который позволит улучшить инвестиционный климат в стране. Стоит отметить, что в целях усиления взаимодействия государства с инвестором был создан институт бизнес АКИКАЧИ. Субъекты бизнеса также будут иметь возможность обращаться уже в независимый орган, который не является государственным органом. Здесь достаточно хорошая полномочия и прекрасная команда профессионалов, который сможет защищать интересы бизнеса. У нас глава института Робин Ордмит, он международный эксперт, он независим и не аффилирован никаким физическим или юридическим структурам. И также весь секретариат тоже, согласно нормам законодательства, в данный момент не является никакими зависимыми или аффилированными структурами коммерческими, топ-менеджмента, консультативными и так далее. Для полноценной работы института бизнес АКИКАЧИ Сорунбай Джинбеков поручил правительству обеспечить соответствующую правовую базу. Также он призвал уделить большее внимание созданию производственных зон. Это один из инструментов развития малого и среднего бизнеса. Но несмотря на то, что этот вопрос поднимается постоянно, ни правительство, ни местная власть не ведут результативную работу в данном направлении. Мы ожидаем, что концепция свободных экономических зон будет полностью рассмотрена и предложена новая законодательная база по свободным индустриальным зонам. Кроме этого, в целях поддержки туристического кластера в законодательной форме нужно ввести понятие туристических зон и предложить инструменты, предусматривающие полноценные преференции и стимулы. После того, как были заслушаны все доклады, присутствующие на заседании комитета представителей бизнеса могли высказать свои пожелания и рассказать о наболевшем. Так, глава Ассоциации перевозчиков Кыргызстана указал на возникшие проблемы при прохождении наших товаров через границы с Казахстаном. «У нас есть проблемы в сфере экспорта. Казахи нарушают правила ИАЭС, останавливают наши машины и держат их по двое-трое суток». Переговоры по данному вопросу проводятся на разных уровнях. Премьер-министр поднимал эту проблему на последнем правсовете ИАЭС в Алмате. Сейчас наши товары останавливаются по нескольким причинам. В основном неправильное заполнение декларации. В документах указывается одно, а перевозится другое. Этот вопрос мы хотим поднять в конце месяца во время встречи в рамках ИАЭС в Москве. «Эту проблему надо решать. Такие трудности стали уже привычным делом. Каждый раз в начале года у нас возникают проблемы с прохождением товаров. У вас машины же с пломбами были. Нужно, чтобы на всех машинах были пломбы». Глава государства отметил, что власть всегда готова сотрудничать с бизнесом и призвал предпринимателей открыто рассказывать о своих проблемах. «Мы всегда на вашей стороне, но вы тоже должны чувствовать свою ответственность. Работайте прозрачно, выходите из тени, оплачивайте все налоги». В завершении заседания глава государства поручил секретариату рассмотреть, как исполняются рекомендации комитета. Результаты этой проверки будут представлены на следующем заседании. Екатерина Токамбаева, Нурдан Каребеков, Пирамида.